Домашний стадион московского локомотива, где сегодня будет жарко, ведь продолжается третий тур женской суперлиги по футболу. Отличная погода для футбола, в том числе как для футболисток, так и для болельщиков. Где-то плюс 18-19 в Москве. Время 17 часов 53 минуты, а это значит, что через 7 минут мы начинаем. Ну а на наших экранах сейчас то, что было где-то час с лишним назад. Приготовление к этому матчу, красивые кадры, предлагают нам коллеги вспомнить, как это было. Кадры стадиона Сапсан. Итак, поехали. В рейтинге мы поднимемся повыше. И снова нашу страну в Европе будет представлять два коллектива. Увидим Федорова, передача направо, касание, пас, штраф, ну и вот уже хорошо. Обыгрывает двоих. Отличная передача в центр, опасно может быть сейчас. Козыренко издали. Будут начинаться в одно и то же время после этой атаки продолжим свои мысли. Локомотив в атаке, удар, поворотом срывается мяч. И подумать об обороне собственных ворот. Ну а Виктория Носенко ни одного пока удара с форта не было у Енисея. И, собственно, практически ничего не было добавлено к первому тайму. 16 секунд команды переиграли. И свисток прозвучал. Ковать, когда у них есть возможность. Так что во втором тайме все самое интересное, друзья. А пока перерыв. Дамы и господа, уважаемые телезрители, мы возвращаемся на Сапсан-арену. Российская премьер-лиги у мужчин здорово разобралась, назначив 11-метрового. Хороший удар! Вот вам, пожалуйста, момент. Кладина послала на мяч головой. Ангелина Цырульникова, браво. В женском футболе достаточно тяжеленькие такие эпизоды для вратарей. Но, правда, в этом сезоне, я знаю, вратари творят просто порой чудеса какие-то. Запрос на Севиндж. И момент! И положение вне игры. Как же сейчас Жафар Задея хотела от души пробить поворотом на офсайт. В игре непонятно, как взламывать оборону Енисея. И как бы не пропустить сейчас момент. Первый удар в стволе. Какой опасный от красноярского Енисея. Об этом чуть позже. Давайте повтор посмотрим. Жафар Задея передача. И вот это удар Ананьевы. Да! Перекладина! Теперь берутся Ропаткина на подборе. Катит мяч налево. Здесь нужна подача или прострел. Подача не очень высокая. Еще один запрос вперед. Кожникова забивают! Анна Кожникова 1-0! Потрясающий гол! Вот это капитан! Но шансов отразить практически не было этот мяч. Вот что такое атака вторым темпом. И падение! Кожникова переправляет идеально этот мяч. Положения вне игры не было в этот момент. Кожникова отрывается от защитника Енисея. Хотя бы сигнализирует его, знаете, но пока именно Локомотив будет подавать. Подача! Вынес на мяч достаточно далеко. И еще один момент будет. Подача и удар! 2-0! Нет! Нет! Рано! Аплодисменты! Рано! Положение вне игры! Положение вне игры на этот раз очень четко сработало. Давайте смотреть. Ну, здесь мы вряд ли что-то поймем, да, в каком положении. Находилась Лина Якупова. Какая радость Лины Якуповой была. Ну, если честно, да, вот с этого ракурса повторы нам не... Давайте еще раз посмотрим. Вот, вот эта общая камера. Вы знаете, да, чуть впереди, опять же, по этому плану чуть впереди была. Осталось добить до штрафной. Ух, какая подача! Туда будет борьба Цырульникова! Удар поворотом от голкипера, но... Но не угловой. Енисея смотрит повтор этого момента. Да, да, именно затылком в борьбе с Кожниковой. Удалось нанести этот удар. И на этом все! 1-0 победа, какой бы она ни была, есть победа. Трудовая победа Локомотива Енисеев в концовочке. Дал нам жару. Уважаемые дамы и господа, на Локомотив. Нет, пропустил. И Локомотив, самое главное, забил. Важнейший мяч на 8 в четвертой минуте. Победу Лока приносит капитан Анна Кошникова. Благодарю коллег также за работу. Режиссер трансляции Александр Миронов, комментатор Сергей Богданов. Спасибо большое за внимание, друзья. Увидимся на женском футболе. Женский футбол – это мило!